Всем привет! В этом видео я расскажу, как заработать на чужой квартире. С вами Ярослав Кабаладзе, я эксперт номер один на федеральных каналах в теме недвижимости. Субаренда – это когда ты снимаешь квартиру и пересдаешь ее с выгодой для себя. Посуточные квартиры – это тренд среди путешественников. Гостиничный бизнес уже начал страдать. Кстати, когда я переехал в Москву, я снял квартиру побольше, сдал соседнюю комнату, сдал еще несколько койко мест и получал стабильный доход. Мало того, я улучшил свои жилищные условия этими платежами и не платил совсем арендный платеж месячный, так я еще на этом стабильно и зарабатывал. Было очень круто. И в этом видео я всему вас этому научу. Досмотри это видео до конца, в нем я поделюсь рабочим сценарием для переговоров с собственником, чтобы ты снял ту квартиру, что нужна именно тебе. Первое. Определитесь с целевой аудиторией и выбором локации. Самая платежеспособная аудитория – это иностранцы. К примеру, данная квартира в Тверском районе города Москвы была снята за 70 тысяч рублей, а сдается она по сутку – 6 тысяч рублей. В сезон это уже 7,5 тысяч рублей. Загруженность у нее 27 дней в месяц. Круто! Субтитры создавал DimaTorzok Если говорить про Москву, то я бы выбрал пешеходный район. Там, где много мест для отдыха и пеших прогулок. Напишите мне в комментариях, а какие районы Москвы знаете вы, что подойдут под сдачу в субаренду или проживание. Второе. Проанализируйте конкурентов на локации. Какие цены, отзывы, фотографии, их минусы должны стать нашими плюсами. На основании собранных данных вы поймете, стоит входить в этот проект или нет. Третье. Выбор адекватного собственника. Как определиться, кто в адеквате, а кто нет? Но если за период переговоров вас уже за... То, скорее всего, этот человек неадекватен. И дело у вас с ним не получится. Ставьте лайк этому видео, если встречали таких неадекватов. Лучший способ договориться с собственником по цене, это предложить ему оплату за несколько месяцев вперед. И он будет понимать, что квартира сдана надолго, и он будет получать свою стабильную прибыль. И вам будет хорошо. Вы будете уверены, что тот объект, который вы выбрали для инвестирования и сдачи в субаренду, будет нести вам доход еще долго. И вы вернете все свои вложенные и заработаете с лихвой. Ведь и собственнику выгодно сдать квартиру в одни руки, чтобы получать постоянно свой стабильный доход и не ждать, когда квартира простаивает, и он опять ищет новых арендаторов. Тем самым его прибыль тает. И ему гораздо выгоднее получать стабильный доход от одного человека и выстраивать с ним бизнес-деловые отношения, чем постоянно искать новых арендаторов и упускать свою прибыль, пока квартира простаивает. Конкретно на эту квартиру было потрачено 70 тысяч рублей депозит собственнику, 70 тысяч рублей оплата месячного платежа, 70 тысяч рублей вознаграждение риелтору, 20 тысяч рублей работа дизайн-интерьерщика и 200 тысяч рублей это ремонт и декор. Кстати, было поделено напополам с собственником. При средней оплате за сутки 6,5 тысяч рублей, а в сезон 7,5 тысяч рублей мы вернем все свои инвестиции за 2-3 месяца. И уже будем работать в плюс. Четвертое. Правильные переговоры. Самое сложное это найти собственника и провести с ним переговоры. Ведь все они зачастую считают, что в квартире будет бордель и проходной двор. А еще вам, скорее всего, предстоит общение с агентом со стороны собственника. Зачастую это бывает еще сложнее, чем с самим арендодателем. Поэтому добейтесь именно встречи с собственником, чтобы не было интерпретации ваших слов. Далее. Договоритесь по цене. Имейте в виду, есть сезонность, есть пады и подъемы рынка. Вы должны, в первую очередь, получать доход. Поэтому каждая сторгованная тысяча будет влиять на вашу годовую доходность. Здесь я бы вам рекомендовал обратиться к риелтору. Ну или научиться вести профессиональные переговоры самостоятельно. Как и обещал, в конце выпуска дам вам идеальный скрипт для ведения переговоров с собственником. Все достигнутые договоренности закрепите договором. Кстати, вам может помочь составить его риелтор. Пятое. Техническое состояние квартиры. Важно, чтобы была в порядке проводка, сантехника. Также узнайте, когда был проведен капремонт в доме. Потому как, если начнутся какие-то работы, у вас будет простое. Вы не сможете зарабатывать, вы не сможете сдавать свою квартиру. А это убытки. Что должно быть? Бойлер. Летом самый сезон отключает горячую воду. Стоимость аренды в это время 7,5 тысяч рублей в сутки. Умножим на 10, получаем недозаработка 75 тысяч рублей. Дешевле в самом начале купить бойлер. Кондиционер. Важно, чтобы ваш клиент в знойную жару мог охладиться. А то он просто больше никогда к вам не вернется после такого перегрева. Об установке техники важно договориться в самом начале. Будьте готовы провести переговоры по ремонту. Важно квартиру подготовить к сдаче в аренду. И здесь возникнет вопрос, а кто за это заплатит? За чей счет музыка? Собственник или вы? А может быть, как здесь, 50 на 50. А может быть, вы проведете с ним переговоры? А может быть, наймете риелтора? Как нанять риелтора и выбрать, можете посмотреть видео на моем канале. Шестое. Позаботьтесь об интерьере. Так как мы определились, что лучшая платежеспособная аудитория – это иностранцы, дизайн имеет значение. Часто на это не обращают внимания или пытаются сделать самостоятельно. Но мы все-таки здесь про бизнес. И я рекомендую обратиться к дизайнеру. Он соберет интерьер и организует пространство. Найдет изюминку конкретно в этой квартире и подчеркнет ее. Гости останутся довольны. Надо добиться такого результата, чтобы человек хотел вернуться именно к вам. К примеру, эту квартиру дороже 4000 рублей сдать было невозможно. Но после работы дизайнера 6000 – это минимальная цена за сутки. Седьмое. Профессиональное фото- и видеосъемка квартиры. Важно, чтобы она была именно интерьерная. Вот идеальные примеры. Продолжение следует... Размещение квартиры на сайтах-агрегаторах. Важно в первые месяцы собрать положительные отзывы. Поэтому на первых порах не гонитесь за высокой ценой, а поставьте самую лучшую цену на районе. Постепенно начнете увеличивать свой чек. Как и обещал, вот вам скрипт для переговоров с собственниками. Можете скачать его по ссылке в описании к этому видео. С вами был Ярослав Кабаладов. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные, на чем вы сможете заработать. Канал о недвижимости и инвестициях. Продолжение следует...